Всем, ребята, привет! Вы на канале Juicy Pie. Сегодня будем дегустировать лапшу быстрого приготовления от фирмы Maggi Magic Asia. Это у нас куриная лапша. Здесь написано White Black Chili. Три вида перца. Вот здесь красивенький чили нарисованный. А вот здесь, смотрите, три перчика из четырёх. Так что, наверное, данная лапшичка будет острая. И обратите внимание на упаковку. Чёрная. Чёрную лапшу в быстром приготовлении я ни разу не кушал. Упаковка необычная и она как-то запоминается. Я думаю, эту лапшу я запомню надолго. Так, ну на обратной стороне ничего интересного особо не написано, поэтому даже на это не будем внимания обращать. Фирму Maggi я уже когда-то пробовал. Там была обычная куриная лапша. Мне её привозили, не помню откуда, короче, за границей. Я её тогда оценил неплохо. Вот кому интересно, можете посмотреть, где-то здесь будет подсказка. Можете посмотреть видео, скорее здесь будет подсказка. А я тем временем буду пробовать Magic Asia. О, тарелка появилась. Так, отрывные уголки есть, это удобно. Нам не нужны ножницы, легко отрывается, без каких-либо проблем. Итак, лапша, которая ничем не выделяется. Максимально похожая, максимально стандартная на все другие лапши. И внутри один большой пакетик. Я специально перед съёмкой посмотрел и прошлое видео про Maggi. И там был совсем маленький такой пакетик. Примерно на процентов 30 меньше. Он был прозрачный. И в нём было очень-очень мало специй. В этом пакетике специй явно больше. И здесь явно будет перец чили. Так что сегодня у нас немножко пригорит. На специях тоже отрывной уголок имеется. Это хорошо, это удобно. Так, сейчас мюхнём. Только нужно не резко, а то перец может долбануть. Нет, честно говоря, какого-то жёсткого красного перца не ощущаю. Наверное, потому что он в перемешку с дурими перцами, с дурими приправами. Специй больше, чем в прошлой лапше, это точно. И о фокусе? О шо, пальчиком? Не, что-то мне классно. Там фокус не пропал? Нет, вроде бы. Нормально снимаем, значит. Итак, давайте смотреть. Сразу видно, что лапша сильно не разварилась. Она как такая тоненькая была, такая тоненькая и осталась. Бульон такой жёлтый, в принципе, довольно-таки насыщенный. Видно, плавает немножко мелкой зелени. И, в принципе, всё. Давайте тестировать запах, оценивать. Запах не особо насыщенный. Какого-то резкого запаха красного перца тоже нет. Не пойму, чем-то таким вот вроде бы знакомым пахнет, но не пойму чем. Ну, короче, в целом запах приятненький. За запах я поставлю... Много не поставлю, потому что он ничем не выделяется. Поставлю 6 баллов за запах. Шестёрочка. Это неплохо, это хорошо. Давайте теперь бульон оценим. Бульон насыщенный, вкусный. Ощущается чили. Но здесь его совсем немного. Совсем лёгкое жжение, которое быстро заканчивается. Слегка ощущается соль и другие специи. Бульон в целом мне очень даже нравится. Бульон точно достойный. И бульон я поставлю уже больше. Не 6, а вот и целых 7 баллов. Бульон мне нравится. Но тоже ничего такого супер необычного нет. Просто хороший вкусный бульончик. Плюс немножко красного перчика. Ну и теперь, конечно, лапша. Как мы знаем, лапша особо никогда не удивляет. Она обычно постная. Если её кушать без бульона. Так, давайте. Запить нужно. О, это тема. Реально вкусно. Нужно повторить процедуру. О, теперь я ощущаю больше красного перца. Теперь уже жжение. Это жжение во рту более такое продолжительное. Это приятно. Это прикольно. Но, как я и думал. Как я и говорил. Самые вкусы лапши без бульона. Он такой постный. Сама лапша специи не впитывает. Поэтому нужно, конечно же, всё это вместе кушать. Поэтому, именно за вкус самой лапши я поставлю всего лишь 5 баллов. Ещё раз попробую. Чтобы дать им конечную оценку. И вот средний балл данной лапши я поставлю. Средний балл 7 не получается. Но я хочу этой лапши 7 баллов поставить. Потому что, именно вот спасибо бульону, эту лапшу прикольно, приятно кушать. Короче, общий балл 7. А прошлая лапша маги, которая была куриная просто. Я поставил 6 баллов. Это вкуснее, это лучше. На этом, ребята, всё. Спасибо за внимание. Вот целый плейлист. Можете смотреть. Тут много различных обзоров. Уже я много снял различных лапш. Много чего перепробовал. Так что, кому интересно. Вот и целый плейлист. Смотрите. А я буду доедать с большим удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!